Ну а в Казани продолжают соревноваться лучшие в своих профессиях. Сегодня очередной день 45-го мирового чемпионата WorldSkills Russia 2019. С места событий Юлия Важенина. Ярко, шумно и зрелищно. Так стартовал мировой чемпионат WorldSkills 2019. В нашей стране он проходит впервые. Более 1300 участников из 63 стран мира приехали в столицу Татарстана. Но, конечно, самая многочисленная команда страны-хозяйки чемпионата. Россия! Обслуживание авиационной техники, облачные вычисления, облицовка плиткой, ювелирное дело. Всего участники соревнуются в 56 компетенциях. Все они прошли отбор в национальных испытаниях, а значит лучшие в своей стране. У них есть 4 дня, чтобы показать все, на что они способны. Поэтому скорость и сосредоточенность – их главные помощники. Это очень волнительно. Большой стресс всегда, когда ты участвуешь. Потому что особенно на международных, которые мировые, это большое давление. Обеспечить связью такой масштабный чемпионат – задача непростая, учитывая 200 тысяч квадратных метров площади Казань-Экспо и стадион церемонии открытия и закрытия на 45 тысяч зрителей. Мегафон организовал покрытие сети таким образом, чтобы на связи оставались все – и зрители, и участники, и организаторы. Нашими специалистами был разработан и к WorldSkills модернизирована такая внутренняя базовая станция, которая состоит из 238 антенн, 5000 метров оптических кабелей. Пиковую скорость, которую выдает базовая станция на Казань-Арене – это 120 мегабит. Только на подготовку сети на объекты чемпионата мира WorldSkills Мегафон выделил 20 миллионов рублей. Но и это еще не все. Особой миссией Мегафона на чемпионате стала поддержка молодых специалистов. На чемпионате WorldSkills огромное количество разных интерактивных площадок. Например, здесь у компании Мегафон можно выбрать любой из понравившихся трех принтов и сделать себе дизайнерскую футболку. Теперь у меня есть футболка вот с такими классными часиками. Площадки чемпионата были просто переполнены людьми, но никаких сложностей не возникало. Все знали, куда идти и где что находятся. Все это благодаря дружелюбным людям в красных футболках. Волонтеры в любой момент спешили на помощь. На первый взгляд их работа незаметна, но отсутствие ее было бы ощутимо. Вас встречают ребята, которые помогают быстро сориентироваться в какой вход, выход, зайти, куда дальше пройти, где какой кластер и так далее. На таком масштабном событии хочется заглянуть в каждый уголок, посмотреть все соревнования и рассказать о них. Так что к этой теме мы еще вернемся. О самых интересных компетенциях и участнике с Чувашией мы расскажем в следующих выпусках программы «Республика». Юлия Важенина, Андрей Шоклев, «Республика» из Казани.